Музыка 1994 год. Даже домашние телефоны тогда были не у всех, и мои родители, например, ходили к соседям, чтобы позвонить своим родственникам. Но и в те времена были люди, которые не были привязаны проводами к своим средствам связи. А главное средство коммуникации в 90-е были вот эти самые пейджеры. Знаешь ли ты, что это такое, главное, как они поработали? Я знаю, что это очень противная мелодия. Сегодня мы в музее конструкторского бюро «Искра», и, пожалуй, нигде в Красноярске нет столько пейджеров различных моделей, как в этом месте. Самый первый был «Эдвайзер», причем вот с ними тоже очень много историй. Самый популярный четырехстрочный, потом появились вот эти дешевые двухстрочные. Вот в часах пейджер. Я так вообще не помню. Да, а это вот эти спецслужбы у нас пользуются. По большому счету мы сбросились, и вот это было первое, наш был первый связной бизнес-проект. Сбросились, и буквально там наличные деньги, поехали в Москву, купили оборудование первое. Ну вот пейджеры здесь есть. Кстати, вот внизу стоит блок, который разрабатывал вот тот человек, фотография которого стоит, Геннадий Малафеев. Понимаете, оборудование все было импортное. И слово импортозамещение появилось у нас еще тогда. Но оно появилось с голодухи, потому что купить это было все невозможно, потому что американский передатчик Nucleus стоил 86 тысяч долларов. А мы пейджеры на свои покупали. Ну и когда первую сеть запустили, цены были такие, 345 долларов стоил пейджер, и 45 долларов была абонентская плата в месяц. Отбоя от клиентов не было, особенно ребят в красных пиджаках, которые по нескольку пейджеров имели на поясе, решали там свои проблемы. Но пользовались на самом деле все. И спецслужбы, и милиция, и все эти ребята. Современному подростку не так-то просто объяснить принцип работы революционного на тот момент прорыва в коммуникациях. По большому счету это были смс-ки только через посредников, коины являлись барышни колл-центра. Сюда звонили по телефону и передавали информацию для нужного абонента, зашифрованного, как правило, под набором цифр. В лучшие времена только в компании Scrapage клиентов в Красноярске было более 100 тысяч. Технологии связи, конечно, шагнули вперед, но лично мне интересно, как вы, корреспонденты новостей 90-х годов, узнавали о новостях и узнавали, куда ехать и что снимать. Ведь не было мессенджеров, ватсапа, вайбера, ничего. Я думаю, этот вопрос логично задать старейшему, не побоюсь этого слова, сотруднику телекомпании. Мы, конечно, читали газеты, слушали радио, по 10 раз на дню обзванивали оперативных дежурных. А еще у нас с водителями связь была посредством радиотелефона. Сотовых же тогда не было. И эти телефоны были настроены почему-то на волну милиции, пожарных и скорой помощи. И поэтому мы зачастую приезжали первыми, узнавая новости вот как раз из этого телефона. Я в своей жизни никогда не пользовался пейджером, но вот кассетный плеер у меня был. Я думаю, что сейчас здесь для Натальи будет очень много непонятных слов и много открытий. Что? Наталья, вас ждет система «Умный дом». Все вещи, которые были раньше доступны только Биллу Гейтсу и Мелинде, то сейчас это стало общим потребителем. И это, конечно, решение уникальное. Ты приходишь домой, открываешь по отпечатку пальцев, загорается свет, никого дома у тебя нет. Но у тебя есть умный пылесос, который убрал пол, у тебя есть умный кондиционер, который охладил воздух, умный очиститель, который провел тебе очистку, умный увлажнитель увлажнил. Все как бы, то есть, собственно, чайник ждет тебя с любимым напитком. То есть, умный холодильник, то есть, отслеживать, чтобы у тебя были продукты, собственно говоря, умная какая-нибудь пароварка тебе уже, короче, приготовила то, что ты хочешь есть. Все. Ну, при таком раскладе жена реально не нужна. Если мы говорим про вещи, которые появились в последних несколько лет, то это, конечно, майнинг фермы. Это то, о чем мы мечтали всегда. То есть, когда, как бы, в эпоху нашей молодости мы всегда знали, что самая классная вещь, это, как бы, это струйный цветной принтер. Зачем нужен струйный цветной принтер? Как вы думаете? Я даже не понимаю, что это. Струйный цветной принтер позволяет печатать деньги. Так вот, это машинка, которая позволяет печатать крипто-деньги. Вот ведь до чего техника дошла. Все функции гаджетов 94-го, полаэрорадио, газет, блокнотов, пейджеров, игрушек-тамагочи теперь вполне умещаются в одном маленьком смартфоне. Страшно представить, каких высот технического прогресса достигнет человечество еще через 24 года. Придется ждать. Интересно ведь, чем все это закончится? Наталья Кичина, Антон Моцкус, Николай Чистяков, Виталий Субботин. Новости ТВК.